Добрый вечер о самом важном прямо сейчас в программе «Вовремя» в студии Ирина Полесика. Смотрите в выпуске. Итоги жатвы и сроки перерегистрации пайщиков. Комментарии на этот счет. В ближайшее время работа без остановок. Рыбницкие металлурги набирают обороты. Контроль за качеством воды еще усиливается. В Бендерах пойманы автомобильные взломщики и о специальном центре для детей с ограниченными возможностями. С каждым рабочим днем Молдавский металлургический завод набирает производственные обороты. На заводе отмечают, здесь сделали невозможное. Не только возобновили работу до прежних показателей, но и сохранили рынки сбыта. Сегодня за выплавкой рыбницких металлургов наблюдала и наша съемочная группа. Не прошло и двух недель с начала запуска печи. Уже произведено порядка 20 тысяч тонн стали. На заводе говорят, это хороший старт. На следующий день после запуска производства включился и прокатный цех. По словам руководителей, 7-месячный простой не отразился на работе. Сегодня предприятие загружено согласно заказам. Ничего увеличивать мы не будем до тех пор, пока мы не откроем вторую линию производственную. Поэтому мы будем работать одной линией, будем производить 35 тысяч тонн готовой продукции в месяц до тех пор, пока не станет экономически целесообразным производить больше продукции. Простоев нет. И это главное, говорят в цехах. Кирилл Марков пришел на завод в 99-м году. Сначала был помощником Столивара, сегодня уже заместитель начальника цеха. Он считает в том, что работа предприятия возобновлена без потерь для производства, заслуга всех заводчан. Всегда завод отличался кадрами высокопрофессиональными, добросовестными, честными, устойчивыми к всяким несгодам, трудностям, которые возникали у нас и возникают, к сожалению, до сих пор. Но, тем не менее, основной костяк работников сохранился, благодаря чему мы успешно запустились, безаварийно. И надеемся на будущее, что будем работать без остановок. Генеральный директор говорит, несмотря на то, что на внешнем рынке металлургии сильная конкуренция, спрос на продукцию ММЗ есть. За все время простоя мы не потеряли практически ни одного своего потребителя. Структура продаж осталась та же самая, что у нас и исторически сложилась. На сегодняшний день, наверное, понятно, что самый для нас интересный рынок – это рынок Приднестровья. Второй по значимости для нас – это рынок Молдовы. Третий – это рынок Румыния. Уже в следующем месяце завод разгонится и войдет в нормальный режим работы. На предприятии отмечают – остановок не предвидится минимум до января следующего года. Александр Кожухарь, Александр Бондарь, Первый Приднестровский телеканал. Качество воды и ее подачи населению отныне под пристальным вниманием трех служб – ЖКХ, Госнадзора и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Соответствующее распоряжение накануне подписал Евгений Шевчук. Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Именно сюда ежедневно приходят десятки проб воды со всей республики. Это бактериологическая лаборатория. Здесь воду проверяют на наличие бактерий, вирусов и микроорганизмов. В пробу производится специальный бактериологический посев. Затем пробирка устанавливается в особый контейнер, где и следят за ростом бактерий. А это уже химический анализ. Здесь воду проверяют на жесткость и мутность, вкус и запах. В этом году для того, чтобы усилить контроль за качеством питьевой воды, только в столице количество проб было увеличено в пять раз. Имеется чрезвычайная актуальность данной темы. У нас эта работа проводится систематически на протяжении многих лет. И у нас есть сведения в динамике. К сожалению, не все показатели, которые хотелось бы достигнуть в соответствии с Анпином вода питьевая, у нас соответствуют. В частности, по санитарно-химическим показателям у нас не соответствует почти каждая вторая проба. А по микробиологическим каждая пятая проба. И в связи с этим определенные меры принимаются, в том числе и информируются органам власти. Причины несоответствия нормам разные, объясняют специалисты. От природной жесткости нашей воды до изношенных систем водоснабжения. Контрольные точки забора воды расположены не только в городе. Эпидемиологи уделяют внимание и небольшим населенным пунктам. Во многих из них водоснабжение не централизованное. Основная масса этих источников водоснабжения, то есть колодцев, они не имеют соответствующего оборудованного защитного барьера, санитарно-защитных зон. И вообще у нас зоны санитарной охраны и по централизованным водоснабжениям сельским, она очень плохо налажена. Нет ограждений, нет соответствующего содержания этой территории. И из-за этого тоже могут быть определенные проблемы, связанные с загрязнением источника водоснабжения. Выявленные при проверках нарушения, результаты проведенных исследований, а также предложения по улучшению водоснабжения будут переданы главе государства. Ярослав Богат, Александр Тыш, Первый Приднестровский телеканал. В республике перерегистрацию пайщиков продлили до 1 октября. В установленный ранее срок до 1 июля не все владельцы земельных паёв успели переоформить свои права. Очень большой объём работы у государственных нотариусов. Сейчас очень много граждан обращаются по оформлению своих наследственных прав. По поручению премьер-министра главы госадминистрации районов и сёл начнут проводить разъяснительную работу с пайщиками о необходимости регистрировать право на имеющуюся земельную долю. Проводить с завтрашнего дня разъяснительную работу с главами администрации сёл и с руководителем управления сельского хозяйства. И с землеустроителями, и с выездом всё. Эта работа проводилась у вас. И продолжать в этом же и на сайтах размещать, и в средствах массовой информации. И понимать их доводить таким образом, чтобы мотивировать приезд человека, потенциального пайщика, дабы он в последствии получил свой причитающийся по закону, свои дивиденды. Напомним, что владельцы земельных паёв обеспечиваются выплатами в размере 21 РУМЗП с 1 гектара. Паевые сборы выплачивают землепользователи. Средства поступают в Республиканский специальный фонд для расчётов с обладателями паевых сертификатов. Хлеб всему голова в поле, доме и державе. Слободзийские аграрии сегодня в торжественной обстановке отпраздновали День урожая и подвели итоги. Этот год их порадовал хорошей жатвой зерновых. Более 90 тысяч тонн зерна удалось получить в этом году. Хотя результаты могли быть намного лучше, говорят специалисты. Дожди и град несли свои коррективы. Не додали мы где-то приблизительно на 1700 тонн зерна. Почему? Потому что у нас 100% гибели было около 802 гектар. 100% гибели. В основном пострадал ячмень. Средняя урожайность 37,7 центнеров с гектара. В общем зерновых культур 33,7 центнеров с гектара. В целом, я хочу сказать, расслабляться нам не надо. У нас, в принципе, виды были на урожай. Пшеницы хорошие. Мы почти их оправдали. То есть на твердую четверку. Наши землепользователи стараются очень активно развиваться, очень активно смотреть вперед и идти в ногу со временем. Это приобретение современной техники, это приобретение нового оборудования, это открытие новых линий переработки. Братья Сергея Иванова Стародубовы работают в одной бригаде. За уборочную кампанию им удалось намолотить около 3000 тонн зерна. Сегодня они в числе тех, кого отметили наградами. Братья рассказывают, что достичь таких результатов им помог новый комбайн и командный дух. Техника новая. Техника, на которой я работаю, есть всего только третий сезон. Поэтому проблем я не видел с какими-то поломками серьезными или еще что-нибудь. Поэтому такие высокие результаты по намолоту, потому что техника новая и высокопроизводимая. Урожай, конечно, хороший, но погода повлияла, что ветер сильный был, положило много пшеницы, град побил, потерь много было. Но ничего, справились. Почетные грамоты правительства, Минсельхозы и районной госадминистрации. Всего награжденных несколько десятков. Но на торжественном собрании подчеркнули, что впереди у каждого из них еще много работы. Аграриям еще предстоит убрать кукурузу и подсолнечник. Кроме того, сейчас идет активная подготовка полей к посеву озимой пшеницы. Только в Слободейском районе уже распахано более 10 тысяч гектаров земли. Светлана Березовская и Роман Донец. Первый Приднестровский. Реорганизация в Государственном университете. Эта тема стала главной на встрече руководителя администрации президента с представителями ВУЗа. Решение о выведении юридического факультета из состава Института истории государства и права ПГУ было принято в феврале текущего года главой государства. На должность декана юрфака назначен Илья Мильман. Юридический факультет будет размещаться в здании кафедры архитектуры по улице Мира в Террасполе. Сама же кафедра архитектуры в Бендерском филиале госуниверситета. До начала нового учебного года осталось две недели. И несмотря на некоторые трудности, и архитекторы, и юристы с сентября начнут обучение. У нас идет подготовка к началу учебного года в новых условиях. Юридический факультет фактически перемещен в 12-й корпус. И готов к учебному процессу в тех условиях, которые там есть. Есть, конечно, необходимость получения дополнительных средств для приобретения и специальной мебели, и дополнительной мебели, и специальной техники, и оргтехники. Поскольку юридический факультет выделялся из института, и институт остался тоже функционировать со всеми своими потребностями и обязанностями. Поэтому, конечно, необходимы дополнительные покупки определенных вещей материальных и оборудования, и мебели. С 1 января 2014 года в Бендерах откроется реабилитационный центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями. Его главной задачей станет не медицинская помощь, а социальная реабилитация. Об этом говорили сегодня представители Министерства по социальной защите и труду с жителями города. Реабилитационный центр откроется на базе Республиканского дома ветеранов в Бендерах. Его сегодняшние постояльцы ближе к концу года переедут в Первомайск. Там места хватит для всех. Местный интернат для пожилых рассчитан на 50 человек, а проживает в нем всего 18. Найдут новые места и для работников соцучреждения. Часть сотрудников, которые работают сегодня с престарелыми, их надо переквалифицировать, чтобы их не сокращать. Потому что у нас сегодня медперсонал в основном работает в Республиканском доме ветеранов, а в центре для детей дневного пребывания необходимы в основном педагоги. Само здание приспособлено для комфортного передвижения детей с ограниченными возможностями. Здесь уже оборудованы пандусы, есть лифты. Предполагается, что сюда будут принимать детей от 3 до 18 лет. Однако родители внесли несколько своих предложений. Хотелось бы, чтобы там находились дети, которым уже есть 18 лет, которые сидят у нас во дворах в своих колясках и социально они не защищены. То есть им нужна социализация, им нужны общения. И чтобы с ними, конечно, тоже кто-то позанимался или они занимались тоже каким-то делом, хотя бы какой-то трудотерапией. Помощь, конечно, для родителей это очень большая. И для самих детей они найдут, я думаю, там и общение. Для многих это польза в плане обучения, конечно же. И очень бы хотелось, чтобы, конечно, была бы помощь в реабилитации таких детей и психологической, и физической. Планируется, что в центре с детьми будут работать педиатр, невролог, медсестры и педагоги. Питание пока предусмотрено двухразовое – обед и полдник. Кроме того, родителям не придется самостоятельно привозить детей. У нас имеются два автобуса, микроавтобуса. То есть мы тех детей, которые родители не смогут самостоятельно привозить в этот центр дневного пребывания, мы сможем при помощи этих двух микроавтобусов помогать родителям доставлять детей и в центр, и из центра. Будет ли постоянный присмотр, найдется ли штатная единица музыкального педагога, и возможно ли родителям детей с ограниченными возможностями устроиться на работу в новый центр. Вопросов у присутствующих было много. Представители профильного министерства обещали учесть все пожелания и рекомендации. Работа продолжится. Татьяна Лилица, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский. Профессия, в которой битая посуда с вековой историей, приносит счастье. Археологи сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Наряду с коллегами из других государств есть чем гордиться и приднестровским искателям истории. Красный день календаря, к слову неофициальный, свою историю ведет в середины прошлого столетия и тесно связан с именем советского археолога Татьяны Сергеевны Пасек. Это видный ученый, который занимался исследованием памятников эпохи Эниолита. После Великой Отечественной войны, буквально 1946-1947 года, она проводила разведки на территории тогда советской Молдавии, но в том числе и на Левобережье. В 50-х годах она принимала участие в раскопках некоторых эталонных памятников эпохи Эниолита. В память о знаменитом ученом и возник день археолога. Сегодня его отмечают в России, Украине, Беларуси, Казахстане и у нас, в Приднестровье. В советское время этот день археологи встречали в экспедиции, длившейся порой 9 месяцев. Древние украшения, орудия труда, амфоры. Чтобы найти эти ценные свидетельства истории, ученые перекапывают гектары земли и тратят годы своей жизни. Так, сотрудники научно-исследовательской лаборатории археологии при Госуниверситете за время ее существования сделали множество уникальных открытий. С 1995 года по 2012 год исследовался скифский могильник 3-2 века до н.э. Это уникальный памятник для всей Восточной Европы. Других подобных памятников никогда и нигде до настоящего времени исследовано не было. Это памятник села Глинова, Слободзейского района. С 1992 года и до настоящего времени с различными периодами ведутся работы на многослойном поселении у села Чобруча, которая существовала по нашим сейчас представлениям с 7 века до н.э. и до начала уже нашей эры. Нередко раскопки проходят при участии иностранных коллег. Приднестровские археологи тесно сотрудничают с учеными из России, Украины, Польши. Весной этого года в ходе совместной экспедиции были сделаны уникальные находки. Одной из таких находок является вот этот вот кубок, который орнаментирован полосами шнурового орнамента по тулову и по ручке. Могу с полной ответственностью сказать, что подобных находок ранее до нашей находки в этом году южнее, чем в Южной Белоруссии, чем в Центральной Польше, нигде и никогда сделано не было. Археологи признаются, это и есть лучший подарок к празднику. Изучать памятник, который соответствует твоей научной специализации, и сделать открытие, которое позволит еще лучше понять, как жили наши предки. Дмитрий Рогозин предложил открыть в Приднестровье Суворовское училище. С такой инициативой он выступил на заседании по подготовке празднования 70-летия со дня создания суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Приднестровье – это регион Суворова. Его славы, его памяти. Мы сейчас много делаем для того, чтобы поддержать наших соотечественников, а у нас там 170 тысяч граждан Российской Федерации. Остальные жители Приднестровья в той или иной степени тоже связаны с Россией и считают себя неразрывной частью русской культуры. По-моему, был бы смысл в рамках работы нашего оргкомитета подумать, можем ли мы помочь Приднестровскому региону, связанному с именем Суворова, также инициировать создание Суворовского училища, цитирует Рогозина агентство «Интерфакс». Специализированные военные училища – Суворовские и Нахимовские – были созданы во время Великой Отечественной войны. Эти училища дают среднее школьное образование и готовят своих воспитанников к поступлению в высшие военные училища. Далее выпуск продолжит традиционный обзор международных новостей. Великой Отечественной войны Украина сократила закупки газа в России. За 7 месяцев текущего года страна закупила в Российской Федерации лишь 12,5 млрд кубометров природного газа. Это на 34% меньше показателей аналогичного периода 2012 года, сообщил на днях Укртрансгаз. Всего с начала года транзит газа через территорию Украины в государства Западной Европы и СНГ составил 47 млрд кубов, что на 7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Страна ищет альтернативные России источники поставок и сокращает закупки российского газа. С 1 ноября 2012 года Укртрансгаз начал прием природного газа из Европы. С начала 2013 года общий объем поступления голубого топлива в Украину из Польши и Венгрии ориентировочно составил 900 тысяч кубов. Молдова заинтересована в расширении торговых отношений с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Юрий Лянко. Отношения между Молдовой и Россией очень важны для нас, и в частности торговое сотрудничество. Поэтому, когда российские власти выражают обеспокоенность по поводу качества продукции, мы принимаем этого внимания, заявил Лянко. 6 августа Роспотребнадзор заявил о том, что Минсельхозпищепром Молдовы не предпринимает мер по созданию национальной системы контроля качества продукции. Поэтому Россия вынуждена рассматривать возможность взаимодействия с ассоциациями и объединениями производителей вина, а не с властями. В Египте сторонники экс-президента Мухаммеда Мурси захватили правительство провинции Гиза. Братья-мусульмане сожгли правительственное здание и перекрыли одну из главных дорог Каира. Почти одновременно с этим они перекрыли движение Каирской кольцевой автодороги, вследствие чего город встал в многокилометровых пробках. Массовые беспорядки в городе продолжаются уже вторые сутки. Во время столкновений с полицией, длившихся весь день 14 августа в Каире и других городах страны, по официальным данным, погибли свыше 500 человек. Не менее 2000 получили ранения. Сотрудники уголовного розыска бендерского УВД раскрыли серию краж из автомобилей. За несколько недель в бендерах было совершено 8 подобных преступлений. Злоумышленники подбирали ключи, вскрывали машины, в основном советского производства, и похищали все самое ценное. Из машин были похищены как инструмент, гаечные ключи, насосы, баллоны с газом, вещи, деньги, магнитолы. В момент совершения последней кражи свидетелем преступления стал владелец автомобиля. Он и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Милиционерам удалось задержать злоумышленников. Ими оказались двое жителей города 16 и 18 лет. На них заведены уголовные дела, и дальнейшую судьбу молодых людей решит уже суд. Экзамен названия «Самый чистый и зеленый населенный пункт» принимала сегодня столица. О том, как Тирасполь подготовился к республиканскому конкурсу, и что ожидала комиссию в репортаже Ярослава Богат. Текстильщиков 16 и 18. Территория этих обычных пятиэтажных домов радует глаз еще при входе. Во дворе цветочные клумбы и благоустроенные места отдыха. Порядок здесь не только накануне республиканского конкурса названия «Самый чистый и зеленый населенный пункт республики». Жильцы облагораживают свою территорию круглогодично. У нас нет такого целенаправленного строго субботника. Нет такого. У нас есть возможность каждого. Кто 15 минут, кто полчаса, кто 10 минут, ну кто сколько может. Помимо дворовых территорий, члены комиссии ознакомились и с терраспольскими предприятиями. Это единственный в республике сортировочный комплекс твердых бытовых отходов. Например, спрессованные кубы из пластиковых бутылок могут послужить отличным вторсырьем, объясняют специалисты. Проблема только в их реализации на территории Приднестровья. Сейчас ее пытаются решить, налаживая связи с соседними государствами. А вот отсортированный сухостой. Дрова, полученные таким способом, направляют малоимущим семьям. Вдобавок, подобный комплекс экономит и ресурс свалок, что тоже немаловажно для экологии города. Посетили члены комиссии, пожалуй, и самую зеленую часть города – ботанический сад. В декоративном питомнике этого учреждения выращивается посадочный материал, который в дальнейшем может послужить украшением населенных пунктов республики, объясняют комиссии. Без внимания не остались и общественные места. Один из примеров – городской пляж. Забора добавили, где забор закончился, клубы сбили. Для того, чтобы машины больше на пляж попасть не могут. Террасполь тратит большие средства на благоустройство и экологию. Закупается новая коммунальная техника, говорят в госадминистрации. Здесь считают, что это плановая работа, и она должна вестись регулярно, независимо от смотров и конкурсов. Тем более мотивации материальной практически в этом состязании нет. И еще до начала осмотра члены комиссии встретили неожиданное предложение. За один год город не может зазеленеть. Поэтому давайте проведем этот смотров, наверное, в таком виде, как он есть. А на следующий год, уважаемый юридик, она сейчас такая... Мы будем выходить и говорить о том, что надо проводить такое мероприятие либо раз в три года, либо раз в три года. У меня мнение, например, совершенно противоположное, так как конкурс, наоборот, набирает обороты. Если его сделать эпизодическим, то, наверное, того эффекта, который был сейчас, в этом году, наверное, мы уже не получим. Дело в том, что все все-таки стремятся, есть определенная мотивация стать лучшим. Такие две точки зрения, очевидно, теперь будут обсуждать и на более высоком уровне. Что лучше, сделать конкурс для галочки, как считают многие, ежегодным, или все-таки накопить за пять лет средства и предложить городам бороться за солидный грант. Ярослав Бога, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. Накануне часть микрорайона Октябрьский в столице осталась без света. Сотрудники электросетей оперативно установили причину такого аварийного отключения. Оказалось, повреждена кабельная линия. Уже сегодня утром специалисты ЕРС приступили к устранению повреждений. Сегодня мы произвели раскопку места повреждения. И после обеда будет осуществлена вставка новой кабельной линии куска и двух соединительных муфт. И кабельная линия будет введена в работу. Из-за возраста прежней линии, которая была введена в эксплуатацию еще в 1975 году, перебои здесь возникали один-два раза в год. Во время работ всех абонентов переключили на резервную линию. К данному моменту повреждения устранили. Дружба, Форос, Дон Узлав и Селигер. Название этих международных форумов и фестивалей знает почти вся молодежь Приднестровья. Попасть туда желание многих. Те, кто там уже побывал, сегодня вспоминали, как это было. Позади жаркое лето, масса впечатлений, полученных знаний и опыта. За круглым столом политической партии возрождения участники самых престижных молодежных форумов и фестивалей России и Украины. У каждого в памяти остались самые яркие моменты. И тут на воду на Селигер спускается самолет. У меня все, конечно, были удивления, как он красиво приземлился на озеро. Его встретили, пришел президент. Эмоции, конечно, у всех. Кто кричал «Володя», кто кричал «Витя». А вот такие блокноты раздавали участникам политического форума «Форос». На нем среди флагов других государств был и Приднестровский. Труднее всех пришлось участникам международного лагеря «Донузлав». Его разбивают в степи Крыма, жара днем под 40 градусов, а утром и вечером дуют сильные ветра. В таких спартанских условиях молодые люди слушали лекции по русской истории и литературе, политологии и социологии. Приднестровские участники рассказывали о нашей республике. Им было очень интересно узнать, как мы живем, что у нас здесь и, в общем, как происходят все наши процессы. И Украина, Россия, Белоруссия – это всем известные государства. И о них много говорят, много читают, но Приднестровье знают довольно-таки мало. По возвращении домой у молодых людей расслабиться не получится. Уже в начале сентября многие из них примут участие в школе молодых лидеров в рамках проекта «Академия кадров». Около 300 активистов соберут в лагере «Лесная поляна». Я думаю, что многое из того, что вы видели, слышали и хотели увидеть у нас, мы воплотим, проводя нашу школу молодого лидера. А сразу за школой лидера с 13 сентября стартует международный молодежный форум «Сопременник». На три дня спортивно-оздоровительный лагерь «Спартак» в Кицканском лесу для 200 молодых людей из Приднестровья, России, Белоруссии и Гагаузии станет площадкой для общения друг с другом и представителями власти. Все приобретенное на тренингах, лекциях, мастер-классах, международных фестивалях молодые активисты намерены воплотить в республике. Ирина Мишина, Роман Донец, Павел Божонко, Первый Приднестровский. За две недели паломники крестного хода, который стартовал в Молдове в начале августа, обошли уже все районы Приднестровья. Последними на Приднестровской земле их встречали каменчане. Крестный ход приурочен 200-летию Молдавской Православной Церкви и проходит вдоль границ по периметру всех епархий Молдовы и Приднестровья. Хлеб-соль из рук каменчан как символ гостеприимства и благодарности. В знак глубокой благодарности примите от нас хлебцы. Спасибо Господи. Мы приветствуем всех прихожан, всех, которые вышли встретить крестный ход, который является покаянной молитвой, непрестанной, которую люди возносят за свои грехи. Чудотворную икону сопровождают верующие разных возрастов, от дошкольного до преклонного. Только по территории нашей республики паломники прошли пешком от Днестровска до Каменки. А начинался крестный ход в столице соседней Молдовы. Пройти 50 километров в день это все-таки так запросто не получается. Это возможно только с молитвой, чтобы на второй день опять преодолеть такое же расстояние или даже больше. Молитва укрепляет, дает и духовные силы в первую очередь, а от духовных сил уже рождаются и физические. Когда народ кается, объединяется в единой молитве, Господь и Матерь Божия дарят нам свою благодать и милость. После божественной литургии все присутствующие получили возможность прикоснуться душой и телом к чудотворному образу Матери Божией и к частицам святых мощей Божьих угодников. Мы хотели бы от имени крестного хода поблагодарить всю власть Приднестровая, которая нам предоставила всю возможность, чтобы мы прошли крестным ходом. И предоставила и ночлег, и питание. И, конечно, для нас великая радость, что власти так относятся к крестоходцам. Из Каменки крестный ход направился в сторону города Сороки уже по территории Молдовы. Завершится он там же, где и начинался, в столице Молдовы, 14 октября, как раз в день чествования Божьей Матери Вербовецкой. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно ознакомиться на сайте нашего канала. А теперь о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Это была последняя информация выпуска. Всего доброго. До встречи на Первом Приднестровском. Как всегда, вовремя. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил DimaTorzok